Дорогие телезрители, сегодня телевидение, узбекское телевидение в Нью-Йорке участвует в мероприятии, посвященное Дню поэзии Иллиос Малаева. У нас на студии в гостях супруга Иллиос Малаева, народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева. Мы беседовали недавно с Наргизой, с Раджем, с Виолой, и мы убедились, что они продолжают начатое дело Иллиос Малаева, своего отца. Наргиза пишет стихи, поет его песни, Радж пишет музыку, исполняет ту музыку, которую писал Иллиос Малаев. Виола, она тоже пишет стихи, продолжает поэзию отца. И что интересно, Виола переводит узбекские песни, стихи своего отца на английский язык и поет на английском языке песни в Нью-Йорке. Наргиз на русский язык переводит. Мы, конечно, очень рады и считаем, что это продолжение дела Иллиос Малаева, и что Иллиос Малаев живет в этой поэзии, в поэзии членов его семьи. И мы знаем, что вы на основе его стихов исполняете очень много песен, поете его стихами песни, посвященные и Узбекистану, и отцу, и матери. И вот сегодня мы убедились, вы читали его стихотворение, посвященное отцу и матери, что при жизни надо уважать отца и мать. Но мне хотелось бы для наших телезрителей знать интересные моменты из вашей супружеской жизни, Иллиос Малаева. Какие моменты вам запомнились на всю жизнь о творчестве, о деятельности и вообще о себе и жизни Иллиос Малаева? Можете два слова сказать? Пожалуйста. С удовольствием. Спасибо. Во-первых, ассалам алейкум азиз, телятамошабин дустлар. Во-первых, сегодня день памяти Иллиаса Малаева, 75-летия. Спасибо, что вы пришли, участвовали. Спасибо и господину консулу Дурбеку Аманову. Я очень благодарна. Что я хочу сказать? Поэты не умирают. Этот человек был очень талантливый, понимаете? Как можно один человек? Он вообще потрясающий музыкант, поэт, спектакль написал, драматург. Он прекрасный муж был, прекрасный учитель для меня был. И прекрасный отец для моих детей талантливых. Раджа, Наргиза и Виолочки мои. Они все очень талантливые, все они поют, известно в Америке. И для внуков прекрасный дед. Для родственников родной Джигар. За всех переживал. Справедливый, добрый. Но и заодно был очень простым человеком. Его жизнь продолжается. Он не умер, поэты не умирают. Его поэзия, его стихи, его музыка, песни. Я каждый день слушаю, учу новые песни. Куда не ухожу, о нем говорят. Какое мероприятие хожу, о нем говорят. Его песни поют. Это живой человек. Благодаря кого я стала на сцену, стала известной певицей. И вот сейчас стою с вами, говорю, сижу. Я очень благодарна. Этот человек очень много всем делал. Хорошее. Только добро, понимаете? Всех мерил, всех помогал. Кому-то что-то, чего-то написать, записать. Все. Артиста привозил из других республик. Записать на радио. Понимаете? Очень благородные дела он делал. Это невозможно забыть. Вот мои внуки сейчас продолжают. И певцы, и танцоры. И пишут стихи. Моя дочка переводит. И пишет сама. Моя Виолочка переводит на английский язык. Вот. Он две книги написал. Мы еще ее должны выпустить. Одна книга. Да, одна книга. Он перевел это все на арабские шрифты. Книга еще не выпустили. И одну книгу для Узбекистана еще не выпустили мы. Вот. Скоро мы ее должны выпустить. И что я хочу пожелать? Мы его любим, будем любить. Он для нас всегда живой. И его дух веет над нами. И восторжествует. Он рад, что все это так происходит. Он был светлым и прекрасным, веселым человеком. И чтобы была земля ему пухом. Вот так. Спасибо. Спасибо большое, Мухабадопа. От имени телевидения, узбекского телевидения в Нью-Йорке. И от коллектива этого телевидения. Мы вам желаем здоровья. И чтобы вы всегда были такая красивая и молодая. И я думаю, что под вашим руководством все то, что вы сказали, это все сбудется. И на следующем интервью мы увидим эти все новые книги. Я хочу маленький эпизод телезрителям рассказать о том, как Мухабад Шамаева, Ильос Малаев, Изра Малаков, Дуайрачи Мататака, да. Они были в Самарканде на Шар Тарон-Аларе, международный фестиваль «Музыка Востока». И я узнал, что они остановились в пятизвездочной гостинице «Афросиап» в центре города. Пошел к ним. Но меня Ильос Малаев и Мухабад Шамаева знали уже с 96-го года по Нью-Йорку. Я у них был в гостях. И я зашел к ним в номер и говорю, Ильос Акан, вы приехали в Самарканд, на мою родину. Я у вас в гостях был, а вы у меня не будете? Он говорит, конечно, будем. Хусейн, какое дело? Я говорю, только скажите, когда у вас будет свободное время? Он сказал, в воскресенье, мы можем к вам прийти. И они в воскресенье на обед все приехали к нам. Цело 15 человек пели песни. Ильос Малаев пел, Мухабад Шамаева пел. Из Ромалаков пел. А моя маленькая дочка танцевала на эти песни Мехребон. И что я хочу сказать. Дело не в подарке. Моя свекровь одела тот халат велюровый, который в моем цехе был шит, и подарила Мухабад Шамаева. А я, когда их приглашал, Тамара Катаева, я сказал, Тамара Катаева, вы тоже с ними приходите? Она говорит, ой, Хусейнчик, я никак не могу. Я должна в сумочке, там сумочки хорошие покупать. А я думаю, неужели в Америке хороших женских сумочек нет? А потом, когда узнала, что мы Мухабад Шамаевой подарили халат, она сказала, если бы я знала, что он халат подарит, я бы пошла. Поэтому вот такие интересные совместные эпизоды из жизни у меня с семьей Ильоз Малаева. Я горжусь тем, что я дружу с этой семьей, что я считаю, что я член этой семьи. И именно от себя, от имени моей старшей сестры Юсупы Муниры, от имени моей супруги, от членов моей семьи, братьев, сестер всех, мы желаем вашей семье благополучия, успехов в творчестве, счастья, долгих лет жизни. И чтобы вы всей семьей творили, творили и радовали не только американцев, но и всех соотечественников из Узбекистана. Спасибо. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо, что вы присутствовали сегодня на нашем мероприятии и желаю вам больших творческих успехов. Мы с удовольствием смотрим ваше телевидение, будем смотреть и гордимся вами. Мы любим Узбекистан, потому что мы с Узбекистаном. Узбекистан наша родина. Я желаю моей родине, вива моя Ташкент, вива мой Узбекистан. И вообще, чтобы все было отлично на высшем уровне, я болею за Узбекистан, люблю, обожаю. Всем желаю счастья, здоровья. ОМАТ ПЕЛАЙМАН. РАХМАТ. Я хочу не откинуть, я не разучу. МИН РАХМАТ. БАРАКАТОПИК РАХМАТ.